Здравствуйте, уважаемые ученики! Начинаем наш сегодняшний урок. Мы с вами будем повторять пройденное за 10 класс по курсу алгебры и начала анализа. Сегодня мы с вами порешаем задачи на нахождение значений обратных тригонометрических функций, а также порешаем тригонометрические неравенства. Начнем. Пример. Нам нужно вычислить значение синуса 2 умножено на аркосинус 3,5. Давайте зададимся вопросом, что значит аркосинус от 3,5? Аркосинус — это обратная тригонометрическая функция, и, как мы знаем, значение всех обратных тригонометрических функций — это углы. Возьмем аркосинус 3,5 за угол альфа. Тогда то, что мы ищем, примет вид синус 2 альфа. И мы с вами знаем формулу синуса двойного угла, которая равняется 2 синус альфа умножено на косинус альфа. Значит, мы должны найти значение по отдельности синуса альфа, косинус альфа, подставить его сюда, переножить и умножить все на 2. Сперва найдем значение косинуса альфа. Для этого мы к нашему равенству с двух сторон припишем косинус. Так как косинус и аркосинус — это обратные функции, справа у нас останется 3,5. То есть мы получили значение косинуса альфа равно 3,5. А теперь, используя формулу синус альфа равно корнем квадратным из единицы минус косинус квадрате альфа, мы выясним, чему будет равно синус альфа. То есть поставим сюда значение косинуса, возведем в квадрат, получим единицу минус 9,25 под квадратным корнем. Здесь единицу можно записать как 25,25 и получаем в результате 16,25 под квадратным корнем или 4,5. Это у нас значение синуса. Поставим сюда значение синуса, то есть 4,5. А вместо косинуса мы поставим 3,5. И все это умножим на 2. В результате получаем 24,25. То есть мы выяснили значение того, что искали. Давайте вычислим еще один похожий пример. Синус пи на 2 минус 2 арктангенс 5,12. Итак, теперь к нашему уравнению с двух сторон припишем тангенс. И получаем тангенс альфа будет равно 5,12. Теперь давайте посмотрим на то, что мы ищем. У нас синус пи на 2 минус 2, а арктангенс мы взяли за угол альфа. Получается, здесь мы можем применить формулу приведения. Название функции синус поменяется на косинус, получаем косинус 2 арктангенс 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 2 ар в квадрат когда получается единицы плюс 25 144 это есть и они делить на космос квадрате альфа слева все соберем а теперь перевернем давайте справа и слева получается значение космос квадрате альфа равно 144 169 не будем извлекать корень так как нам требуется космос именно в квадрате поставим эту дробь вот сюда умножим на 2 и вычтем единицу в результате получим 119 169 это и есть то значение которую мы искали а теперь давайте решим тригонометрическое уравнение выведем за скобки подобные в данном случае синус x а теперь каждый множитель по отдельности можно приравнять нулю получаем синус x равно нулю и здесь единицы минус 2 синус x равно нулю слева синус дает нам 0 при всех пи n где n естественно целое число а а здесь мы сделаем некие преобразование получим уравнение синус x равно 1 2 и запишем ответ в общем виде где x будет равно минус единица в степени к и 1 2 в табличном значении для синуса это пина 6 плюс пика где к также является целым числом мы решили наше уравнение теперь давайте решим систему тригонометрических неравенств и так здесь у нас синус x строго меньше чем корень из 3 на 2 и косинус x меньше либо равно нулю решим мы нашу систему неравенств или каждый неравенство по отдельности вот на этой единичной окружности значит сразу выписали сюда значение когда синус достигает корня из 3 на 2 это есть угол пина 3 либо в градусной мере это 60 градусов значит как мы будем решать с помощью единичной окружности наше неравенство для этого напомню вам что значение синусов мы находим по оси о y а значение косинусов по оси о x сперва найдем число корень из 3 на 2 по оси о y примерное значение этого числа 0,85 это чуть меньше единицы и естественно синус достигает этого значения при пина 3 либо пи минус пина 3 как найти второе значение синуса так как мы уже сказали что синусы мы ищем по оси о y из таблицы корень из 3 на 2 нам уже известно это и есть 60 градусов либо пина 3 радиана от 0 отмеряем 60 градусов либо пина 3 радиана затем проводим горизонтальную линию к оси о y и вот это пересечение это и есть число корень из 3 на 2 далее продлеваем нашу линию и здесь у нас есть пересечение с нашей единичной окружностью это есть второе значение синуса как мы его найдем смотрите эти два угла справа и слева между собой равны если здесь 60 градусов то с этой стороны тоже 60 градусов но как вы видите данный угол он не доходит до угла пи либо 180 градусов именно настолько каким является первый наш угол то есть если здесь 60 то тоже 60 соответственно если этот угол от нуля если будем его считать не доходит до пи именно на пи на 3 то его значение будет пи минус пина 3 либо сразу можем привести к общему значению и записать 2 пина 3 хорошо теперь нас интересуют те значения синуса которые будут меньше чем корень из 3 на 2 меньше по оси о y то есть по значениям синуса это значит двигаться вниз значит отсюда идем вниз и нас интересуют все углы начиная от этой левой точки до правой точки так как мы по единичной окружности двигаемся всегда против направления часов а теперь давайте на этой же окружности покажем решение следующего неравиство косинус x меньше равно нулю напомню еще раз что косинус мы смотрим по оси о x значение 0 по оси о x это есть перечень с осью о y вот здесь и 0 нам дает следующие углы для косинуса пи на 2 если вместо x мы поставим пи на 2 либо 3 пи на 2 то мы достигаем значение 0 а теперь нас интересуют те косинусы которые будут меньше 0 меньше по оси о x означает слева от нуля значит меня интересует вся левая часть нашей единичной окружности давайте покажем эти значения синим цветом вне окружности тогда решение системы это и есть пересечение двух ответов то есть нас интересует та область либо тот промежуток где единичная окружность закрашена и снутри и снаружи как вы видите это значение от данного угла до 3 пи на 2 этот угол мы обозначили как 2 пи на 3 то есть получаем наши ответы либо x и это все значения углов от 2 пи на 3 до 3 пи на 2 не естественно с периодом 2 пи n так как каждый раз когда мы будем проделывать полный оборот мы будем как раз таки пробегать этот интересующий нас промежуток и еще одна система неравенств точно так же решим эту систему неравенств через единичную окружность значит давайте начнем с первого неравенства косинус 2x строго больше чем 1 2 заметьте что аргументы наших тригометрической функции одинаковые 2x давайте рассмотрим первое неравенство косинус 2x строго больше чем 1 2 напомню еще раз что косинус мы смотрим по оси о и x на оси о из число 1 2 это ровно посередине между нулем и единицей вот это значение 1 2 и достигается он для косинуса при углах пи на 3 либо 60 градусов и минус пи на 3 либо минус 60 градусов значит вот это значение у нас есть 1 2 а нас интересуют те косинусы которые будут больше чем 1 2 ну если смотреть по оси о x все числа которые будут больше чем 1 2 находится справа от этого числа значит нас интересует правая дуга нашей единичной окружности то есть все угловые значения от минус пи на 3 до пи на 3 если мы подставим место аргумента вместо 2x то значение косинуса всегда будет больше чем 1 2 а теперь в этой же единичной окружности покажем вам следующий раз тангенс 2x больше либо равно нулю мы знаем что тангенс не имеет значения для углов 90 либо минус 90 либо пи на 2 минус пи на 2 или 3 пи на 2 поэтому мы сделали эти точки выколотыми то есть для этих углов тангенс не имеет значения а теперь вспомним знаки тангенсов для 1 и 3 четверти положительные знаки плюс а во 2 и 4 четвертях знаки являются отрицательным минусом поэтому для нашего неравенства когда просит тангенс 2x больше либо равно нулю нас интересуют значения тангенса которые являются положительными они у нас в 1 и в 3 четвертях либо можем решить следующим образом тангенс 0 достигает при нуле вот здесь значение которое больше чем ноль это в 1 четверти так как они положительные а также нужно помнить что период тангенса и катангенса равно пи n то есть первая четверть и третья четверть давайте закрасим вот теперь можем выбрать ответ системы то есть пересечение двух ответов либо ответов двух неравенств и как вы видите интересующий нас промежуток от 0 до пина 3 заметьте что 0 закрашенный так как знак у 2 неравенства не строгий а пина 3 не закрашенный так как знак у 1 неравенства строгий запишем этот промежуток и и давайте вспомним что аргумент у нас 2x а нам нужно вычислить для значения x поэтому мы разделим все это неравенство на 2 тогда слева получим пи n справа пина 3 разделить на 2 будет пина 6 2 пи n разделить на 2 будет пи n это есть значение x можем конечно в промежутках записать этот ответ получится x принадлежит промежутку от пи n до пина 6 плюс пи n где n естественно целое число уважаемые ученики на этом мы завершили наш сегодняшний урок желаю вам всем полезных знаний спасибо до свидания